Тот мотив, да не то место. Книга Экклесиаста, 1 глава, с 12 по 18 стих. Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все, суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я сердце моим так. Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, «И сердце мое видело много мудрости и знания, и предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Размышления, часть первая. Человеческая мудрость и знания обманчивы. Книга Экклесиаста, первая глава с 12 по 15 стих. Проповедник продолжает излагать свое учение о щите всего сущего, на сей раз остановившись на мудрости и знаниях. На первый взгляд может показаться, что он критикует поиск вообще мудрости и знаний как таковых. Однако, при более внимательном рассмотрении становится очевидно, что проповедник выступает против знаний и мудрости особого рода. В стихе 13 он говорит о мудрости и знании всего, что под небом, не упоминая о мудрости и знании свыше. Таким образом, он показывает, что абсурдно и бессмысленно искать мудрости и знаний, которые не от Бога. Всякая мудрость не от Бога. Это продукт извращения его совершенной мудрости. Пришло время вместо мудрости и знаний под небом искать мудрости и знания свыше, поднимая взгляд к Богу. Насколько большое значение вы придаете мудрости и знаниям? Не забывайте, что вопрос не в стремлении к мудрости и знаниям самим по себе, а в том, каков их источник, земной он или Божий. Мы все призваны искать мудрости и знаний от Бога. Размышления. Часть 2. Истинная мудрость и знания во Христе. Книга Экклесиаста. 1 глава. 16 по 18 стих. Хотя проповедник превосходит мудростью и знаниями прежних властителей Иерусалима, он признается в тщетности своих усилий. Он тратит массу времени, сил и средств, но в конечном счете ощущает печаль и скорбь, потому что ищет не там, где надо. Проблема не в его стремлении к мудрости и знаниям, как таковым. Все дело в его объекте. Он сосредоточен на приобретении мудрости и знаний под небом, имея целью понять этот мир, а не на приобретении мудрости и знаний свыше, чтобы понять Бога. Когда мы ищем Божьей мудрости, мы находим сокровище в Иисусе Христе. Колоссянам 2, 2-3. Который есть Божья мудрость и сила. Первое послание Коринфянам. Первая глава. 24 и 30 стих. «Быть христианином означает не только правильно жить, но и правильно мыслить. Готовы ли вы вкладывать время и силы в то, чтобы черпать и впитывать Божью мудрость и знания из Писания?» Молитва. Дорогой Иисус, Ты – источник и воплощения истинной мудрости и знания, которое приносит удовлетворение и больше радости. Пожалуйста, дай мне благодати Твоей стремиться и желать следовать Твоей мудрости, которая открывается в Писании и, более всего, в Тебе Самом во имя Твое. Сильное и великое я молюсь. Аминь.